Лукашенко обвинил США в избиении Турции за покупку С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после приобретения российских зенитных ракетных систем, ЗРС, С-400 Турцию не просто критикуют, а пытаются избивать. Об этом он рассказал в беседе с агентством Анадолю. Устрашение Строптивого, Вашингтон давит на Анкару за связи с Москвой. Встреча Путина и Эрдогана пройдет на фоне растущего конфликта Анкары и Вашингтона из-за покупки российских С-400. Американцам не нравится ваше, руководство Турции. Ред, позиция. Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, и вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать, приводят его слова Белта. Белорусский подчеркнул, что поддерживает президента Турции в вопросах суверенитета и независимости страны. 10 апреля глава МИД Турции Мевлюд Чевушаглу заявил, что Анкара обратится к Москве для приобретения второго ЗРК С-400, если США откажут ей в передаче американских систем ПВО. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что военно-техническое сотрудничество является очень важным аспектом во взаимодействии России с другими странами. США неоднократно выступали против соглашения Анкары и Москвы из-за якобы угрозы для НАТО и предлагали Турции отказаться от сделки в пользу систем ПВО. В противном случае Вашингтон грозил ввести санкции против турецких партнеров и исключит страну из программы истребителей F-35. Несмотря на это, президент Турции многократно подтверждал приверженность сделки с Россией и не исключил приобретение С-500. 8 апреля президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Российско-Турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, назвал завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных системы С-400 приоритетом для Москвы и Анкары. Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известная на Западе как «зона запрета доступа».